Совет Гособороны Но при этом не удалось избежать затруднений с перегруженностью инфосистемы. Эстония является первопроходцем в создании электронного государства, и очевидно, что пособия по решению подобных проблем не существует. Однако мы справились и вынесли ситуацию уроки для себя. Например, даже в государстве должны быть альтернативы ИД-картам, такие как смарт-ИД или же мобильный ИД. К словам президента присоединился и главный директор департамента полиции пограноохраны Эльмар Вахер, отметив, что, будучи первым в этой области, совершенно нормально сталкиваться с проблемами, которые ранее не возникали, и при этом самостоятельно разрабатывать их решения. Сертификаты ИД-карт обновили примерно 200 тысяч человек, 150 тысяч из которых сделали это электронным путем. И несмотря на то, что пришлось приостановить действия необновленных сертификатов, предоставление ЭУ-слуг все равно продолжается, например, при посещении врача. Однако беспокойство выразили в Союзе малых и средних предприятий. По их мнению, государство обошлось бизнесменами безответственно. Например, у чиновников была возможность своевременно и удобно обновить сертификаты. Но о нуждах предпринимателей никто не подумал. В итоге им не удалось вовремя произвести необходимые платежи, в результате чьего не были выполнены обязательства перед деловыми партнерами, а также образовались долги перед государством. Все же налогово-таможенный департамент предлагает предпринимателям, задолжавшим государству из-за сбоя системы сертификатов, предоставить обоснованные ходатайства обострочки долгов, образовавшихся не по их вине. Но отказываться от ЭГ государства руководство страны не собирается, ведь подобный шаг, по их оценке, означал бы возврат к бумажной волоките и постоянному стоянию в уже забытых очередях.